Компания Мирала предлагает наборы урбечий, упакованные в красивую коробку. Идеальный вариант вкусного, натурального и полезного подарка для любого повода. Набор спортивный, направленный на поддержку при физических нагрузках. Для тех, кто помогает организму восстанавливаться и заботится о восполнении недостающих элементов. Ведь огромную долю в построении качественного, здорового и подтянутого тела имеет именно питание. Зеленая гречка богата протеином, очищает кишечник от шлаков, активизирует работу пищеварительной системы. В ядрах арахиса большое количество калия, железа и магния, нормализует работу сердца. В белой кинуа высокое содержание клетчатки и фолиевой кислоты, помогает вывести токсины из организма. Медален улучшает клеточный обмен и болезнен при иммунных нарушениях, помогает в очищении желудка, кишечника и способствует понижению холестерина в крови. Амарант насыщен белком и скваленом. Переходите по ссылке в описании и заказывайте Миралат Урбеч. Натуральные и вкусные пасты одновременно подойдут и как полезный перекус, и как средство общей профилактики вашего здоровья. Добрый день, империя. Пожалуй, лучшей иллюстрацией текущего продовольственного кризиса является Шри-Ланка. И решающую роль в нем играют именно зеленые. Называйте их как хотите. Эко-активисты, эко-террористы, эко-безумцы. Суть 2012 год. На президентских выборах в Шри-Ланке, бывшем Цейлоне, триумфально побеждает Гатабая Раджапакса, вполне себе седой мужик, 1949 года рождения. Казалось бы, вместе со старостью должна прийти и мудрость. В случае с Раджапакса старость явилась не одна, но вместо мудрости она привела деменцию, вполне обычное явление в современной либеральной политике. Образование у мистера Раджапакса тоже весьма своеобразное. Он в своей жизни закончил только одно учебное заведение. Ананда Колледж. Это главная буддийская школа для мальчиков Шри-Ланки. С классами от начального до среднего на территории кампуса площадью 15 акров в Марадане Коломбо. Девиз Ананда Колледжа тоже примечателен. Высшее образование для высшего сознания. Ничего не имею против буддийских практик, но их явно недостаточно для управления страной. Любой страной, даже такой маленькой, как Шри-Ланка. А мистеру Раджапакса не мешало бы изучить не только духовные науки, но и элементарные навыки государственного управления. Новый президент победил с зеленой повесткой и первым делом он объявил о переходе к органическому земледелию. Дескать, предки тысячелетиями не знали, что такое пестициды и удобрения и ничего, дожили до нашего времени. Следовательно, ланкийцы должны дружно отказаться от гнусных и грязных изобретений человечества и обязаны начать жить в полной гармонии с природой. Сказано, сделано. А поскольку мистер Раджапакса души не чаял в словах экофеминистки Винданы Шивы, то и поспешил воплотить в жизнь ее идеи по отказу от ненужных и дорогих во всех смыслах пестицидов и удобрений. С апреля 2021 года они официально запрещены к использованию в Шри-Ланке. Зеленое счастье наглянуло внезапно. И пока у местных фермеров были запасы химикатов и удобрений, страна еще как-то держалась. К концу 2021 года запасы иссякли, а ввоз новых был запрещен. Тут важно понимать, что Шри-Ланка это вам не Россия, и не Украина, и даже не Южная Европа, и совсем не Северная Африка. На Цейлоне нет перерывов между сельскохозяйственными сезонами. Это почти экватор между 5 и 10 градусами северной широты. Собрали один урожай, тут же на его место засевают следующий. Первые явные проблемы начались на рубеже 2021-2022 годов. Непонятно откуда появилась масса насекомых-вредителей, неожиданно, да? А урожайность упала вдвое. Страна, десятки лет экспортировавшая рис, кукурузу и чай, впервые в своей истории начала их импорт. И хотя уже в ноябре 2021 года президент Шри-Ланки мистер Раджа Пакса отменил запрет на импорт удобрений и пестицидов в отношении экспортных культур, осознав последствия, было уже слишком поздно. Шри-Ланка пыталась сэкономить на возе химикатов и минеральных веществ от 220 до 230 миллионов долларов. Экономия получилась знатной. Вместо удобрений пришлось закупать рис на 450 миллионов долларов и кукурузу еще на несколько сотен миллионов долларов, поскольку фермеры просто перестали ее выращивать. А чайная отрасль, как главный бренд острова, потеряла еще 425 миллионов долларов. В тот момент, когда Раджа Пакса отменил свой запрет, цены на газ были предельно высокими и следом за ними устремились цены на удобрения. Пестициды, особенно органические, синтетические, тоже являются химическим продуктом, а так как химия крайне энергозатратна, то и они существенно выросли в цене. Вот таким чудным образом зеленая повесточка оказала влияние на одну конкретную страну, находящуюся в почти идеальных климатических условиях. В других же странах с либеральными порядками она имеет куда большее влияние и куда большее последствия. Но если цейлон – это эталон сельскохозяйственного климата, то Америка всегда выживала за счет предприимчивости отдельных людей, низких цен на энергоресурсы и очень широкого использования химии в производстве продуктов. Вот вам один занимательный график. Это индекс погодных условий в США, показывающий, что с урожаем озимой пшеницы в этом году будет явный недобор. Истоки ситуации нынешней осени были заложены еще прошлой осенью. Но это полбеды. Другая половина заключается в том, что рост цен на топливо, удобрения и энергоресурсы сильнее всего бьет по самым незащищенным слоям производителей продуктов питания. Сегодня ими оказались участники Национальной ассоциации чернокожих фермеров НБФА. Да, есть такая в Америке. «Мы увидим много пустых полок в магазинах и гораздо более высокие цены на продукты», предупреждает глава Национальной ассоциации чернокожих фермеров США Джон Бойт-младший. Процитирую его. «Насколько мы близки к следующему продовольственному кризису?» – спросил у главы Национальной ассоциации чернокожих фермеров США Джона Бойта-младшего, ведущего американского кабельного телеканала NewsNation Леландвиттер во время интервью. Ответ был таким. «Мы уже находимся в кризисе, если речь идет о цепочках поставок сельскохозяйственной продукции в этой стране. Мы увидим много пустых полок в магазинах и гораздо более высокие цены на продукты». По словам Бойта, за всю 40-летнюю карьеру фермера он никогда не думал, что ему придется платить 5,6 долларов за галлон дизельного топлива. «Этнонаша» – почти 90 рублей за литр при курсе долларов рублю на уровне 60 рублей, 900 долларов за тонну удавлений и рекордно высокие цены на семена. Все эти цены, которые он упомянул, находятся на рекордно высоких уровнях, оказывая давление на прибыль фермеров. Бойт считает, что американский народ должен осознать степень кризиса в сельскохозяйственной отрасли, добавляя, что сельское хозяйство не является республиканским или демократическим. Это еда, а земля нейтральна. Это время, когда американский народ должен поддержать американского фермера и оказать давление на администрацию Байдена, чтобы она помогла фермерам. И вот что здесь любопытно. Сейчас кризис только формируется, хотя по Шри-Ланке этого не скажешь. Запрет на экспорт пшеницы из Индии и Аргентины, ограничение на вывоз зерна из России и желание Пекина набить свою продовольственную кубышку серьезно раскачивают лодку, способствуя возникновению далеко идущих итогов экономического и политического противостояния. Мир совсем не готов к горячей войне с перебрасыванием через большую лужу ядерных боезарядов. Вместо этого идет экономическая и торговая война, разрушающая сложившуюся логистику мировой торговли. При этом Китай, хоть и уязвим со стороны побережья, был и остается частью огромной Евразии, над которой контроль сухопутных торговых маршрутов со стороны Запада невозможен. Мало того, Запад рискует вовсе потерять данные о наполненности этих маршрутов, а по ним может идти что угодно, от зерна и угля до высокотехнологичных изделий и оружия. И в этой ситуации у Москвы и Пекина появляются дополнительные козыри. К примеру, Россия может быстро решить ситуацию с кризисом в Шри-Ланке, а Китай вполне может помочь со вспышкой пандемии в Непале. В любом случае, такая помощь будет уместна и даст России и Китаю нужные рычаги влияния в странах третьего мира. И это помимо чисто военной помощи, как в Мали и Центрально-Африканской республике, так и экономического влияния китайцев по всей Африке, Ближнему Востоку и Латинской Америке. Для Запада это очень нежелательная конфигурация, но изменить ее они не в состоянии. И еще нам нужно очень четко разделить сам Запад на три отдельных сегмента. Первый сорт это сами Соединенные пока Штаты. Понятно, что сюда очень хотят пробиться британцы и австралийцы, но для этого нужны деньги и мускулы. Ни того ни другого в товарном количестве у Лондона и Ганберры сейчас нет. И вряд ли будет в обозревом будущем. Второй сорт это Евросоюз, вернее Западная Европа. Ее еще называют Старой Европы. Рыхлое образование, утратившее суверенитет и глобальное стратегическое видение. Ну и третий сорт это те самые шакалы-табаки, о которых говорил Путин и с которыми сейчас ведутся показательные воспитательные мероприятия с энергетическими блокадами. Здесь у нас болгары, поляки, прибалтийские вымираты и добровольно присоединившиеся к этому захватывающему квесту финны. Третий сорт не брак, но от него всегда избавляются в первую очередь. Как только Западу первого сорта перестанет хватать денег на собственные нужды, Запад третьего сорта моментально скинут с хвоста. Хотя если подумать еще дальше, идеальным решением всех задач Вашингтона стал бы выход Америки из НАТО. Все-таки более 70% всего бюджета Альянса на одной стране, это явный перебор даже для Америки. А вот причин сброса с хвоста может быть сколько угодно, и самой лучшей и убедительной из них может стать продовольственный кризис, кратко помноженный на потери от перехода к зеленой энергетике. Вот еще кормить этих зажравшихся европейских нахлебников. Пусть лучше идут огороды сажать. Друзья, из-за последних событий с ютубом рекомендуем Вам подписаться на наш канал на Рутубе. Там мы сейчас публикуем все наши видео. Также в нашей группе ВКонтакте и канале в Телеграм мы публикуем то, что тут запрещено. Подписывайтесь на них тоже, там очень много интересного, уверен, вам понравится. Ссылки в описании под видео. Субтитры сделал DimaTorzok